Здравствуйте, уважаемые зрители программы «Исторические портреты». Меня зовут Сидиков Асгат, студент первого курса Казанского федерального университета «Направление археологии». И у нас в гостях Сатаров Рузили Раильевич. Здравствуйте. Добрый день. Он является доцентом кафедры археологии и реставрации наследия Казанского федерального университета. Также является заместителем директора Института археологии Фреда Хасановича Халикова по научной работе. Вы, наверное, являетесь одним из самых молодых и веселых преподавателей для нашей группы. Возник вопрос, повлиял ли кто-то на вашу манеру общения? Спасибо. Очень интересный вопрос. Ну, наверное, да. Собственно говоря, вот мой научный руководитель Зубов Сергей Эдгардович, постоянно общаясь с ним, наверное, вот я от него перенял такую вот манеру общения через шутки, вот и истории об археологии, поэтому я это вот практикую именно и на занятиях тоже. Надо признать, что вы находитесь на одной волне со студентами. И, исходя из этого, хочется спросить, какая же атмосфера была в вашей группе? Ну, атмосфера в нашей группе всегда была рабочей. Вообще была очень сильная группа, надо сказать, потому что мы закончили, у нас было семь студентов, которые закончили с красным дипломом. Поэтому я достаточно такой теплотой всегда вспоминаю свои студенческие годы. Ваши студенческие годы прошли в городе Самара. И вы постоянно на ваших лекциях упоминаете данный город. Благодаря тому, что мои студенческие годы прошли в городе Самара, там у меня много друзей, коллег. И после окончания института я работал уже в археологической лаборатории Самарского национально-исследовательского университета. Много было экспедиций, да, и в студенческие годы. И потом уже после окончания вузе, когда учился в аспирантуре, я поэтому и сейчас поддерживаю связь с коллегами, с друзьями. Понимаете, вот студенческие годы — это самое интересное время. Поэтому я всегда об этом теплотой вспоминаю. И вам рассказываю о том времени, да, о тех экспедициях, в которых приходилось мне участвовать. Но вы же переехали в Казань и преподаете в Казанском федеральном университете. Было ли вам трудно влиться в коллектив, или вы сразу же стали своим? Нет, я никакую сложность не испытывал в этой части, потому что, ну знаете, археологи — это же большая такая семья, да, вот. Поэтому я уже знал коллег, которые работают на кафедре археологии, знал руководителя Радговича Сидикова, других коллег. С кем-то, может быть, не был знаком, но знал их по публикациям, по их научным интересам. Поэтому мне не было сложно как бы здесь начать работать. Здесь очень такой слаженный коллектив, очень профессиональный. С удовольствием здесь я работаю. Вы являетесь куратором нашей группы. И недавно вы пригласили нас на открытие выставки в Манеж. Эта выставка, которая проходила не так давно в Манеже, там были представлены ярчайшие сокровища Татарстана, которые были на протяжении полутора веков накоплены казанскими исследователями. И вот это достояние надо изучать, смотреть, популяризировать. И, собственно говоря, этим коллеги Казанского Кремля и Институт археологии занимаются. И эта выставка ярким образом показывает то наследие. И, собственно, мне хотелось, чтобы непосредственно и археологи, первокурсники окунулись, посмотрели вот эти вот интересные материалы. Потому что там и есть материалы и палеолита, и до позднего средневекового очень яркие материалы. Ну и, собственно говоря, по учебной нагрузке я преподаю и в Институте филологии межкультурной коммуникации. Там тоже есть, ну, гуманитарные направления. И важно, чтобы и другие специальности тоже смотрели, изучали и знали, в каком регионе они живут, где они учатся. Поэтому мне показалось это очень важным. Поэтому, собственно, я их пригласил тоже. Какое достижение для вас является самым важным в научной сфере? Надо сказать, что вообще Казанская школа археологии очень сильная. И на сегодняшний день такими маститыми учеными являются декан нашего отделения, Ирад Габитович Сиддиков, из Института археологии такие мощные исследователи, как Фаяш Айпчхузин, который многие годы занимался изучением Белярского городища, Казанского Кремля. Одним из старейших исследователей, опытнейших является Казаков Евгений Петрович, который раннеболгарским временем занимается, который непосредственно вот его материалы. Вам интересны, надеюсь, вы тоже окунетесь и включитесь в эту работу. А что касается моих достижений, я являюсь кандидатом исторических наук. Мои научные интересы связаны с исследованием памятников, археологических памятников рубежа Р, Прикамия, Среднего Поволжья, Южного Приурали. Поэтому достижения тоже связаны с этими областями. То есть это изучение этих памятников, публикация различных статей по материалам собственных исследований, как на территории Татарстана, Башкорстана и других сопредельных территорий. И, собственно говоря, научные доклады. Вы являетесь исследователем пеноборской культуры. Ваша кандидатская была защищена как раз по этой теме. Можете рассказать зрителям в целом, что из себя представляет эта культура и кто повлиял на ваш выбор в научной сфере? Да, кандидатская действительно была защищена по этой тематике. Но, конечно, интересы немного шире. Это не только пеноборская археологическая культура. Здесь надо сразу сказать, что памятники археологии, как вы прекрасно знаете, как и для слушателей, памятники археологии получают свое название по близлежащим населенным пунктам. Мы в древности не знаем, как они назывались. Поэтому первые находки этого круга, которые сейчас в научной литературе называются пеноборской археологической культурой, они были найдены около села Пьяный Бор. Около села, ныне это Красный Бор в Агрыгском районе республики Татарстан. Собственно, оттуда и пошло начало изучения этой археологической культуры. Эта археологическая культура существовала на рубеже эр. Это второй век до нашей эры, второй век нашей эры. И, как считают многие исследователи, возникла на основе ананинской археологической культуры. Это была оседлая культура, для которой было очень развито бронзолитейное дело. Некоторые исследователи считают о том, что это население занималось и земледелием. Но пока, конечно, поселенческие материалы изучены очень слабо, и говорить о земледелии достаточно сложно. Но, конечно, эта культура привлекает, это население привлекает своим костюмам, своими яркими бронзовыми изделиями, которые в хорошей сохранности дошли до нас археологов. Поэтому очень интересно изучать непосредственно погребальный обряд и погребальный инвентарь этой культуры, который дает нам возможность реконструировать деятельность этого населения, когда оно существовало. Собственно говоря, вот эти иппалетообразные застежки, височные подвески, различные очень яркие предметы, они как раз являются такими, это я называю культуроопределяющим предметом. Вы, наверное, помните, как я на лекциях вам показывал, почему иппалетообразная застежка. Мы не знаем, как они в древности назывались. Они просто похожи на иппалеты. Поэтому археологи их назвали иппалетообразные. Ну и, собственно говоря, благодаря такой яркости, и, наверное, здесь, знаете, почему я начал заниматься именно этой археологической культурой, здесь повлиял, наверное, научный руководитель. Потому что одной из первых экспедиций у меня, собственно, было на территории Башкорстан, на границе с Татарстаном, мы изучали Кипчаковский курганно-грунтовый могильник. Это один из таких уникальных могильников, который в своем погребальном обряде фиксирует такие межкультурные коммуникации. То есть, если мы возьмем весь погребальный обряд пеноборской культуры, то он грунтовый. Это грунтовые могильники, а это Кипчаковские могильники, он курганно-грунтовый. И за счет таких новых инокультурных влияний можно здесь говорить о межкультурных коммуникациях. Это всегда интересно. И такая возможность различных реконструкций, интерпретаций в совокупности с ярким материалом. Очень много импортных предметов, которые поступали из городов Северного Причерноморья, Ольвия, Пантикопея. Это бусы, различные римские ковши, фибулы типа овциса римские. Взаимодействие с сарматами, кочевниками. Это различные мечи, стрелы. Благодаря таким ярким материалам, это студенчество, мое студенчество, оно меня как-то привлекло. Я со студенчества начал заниматься этой археологической культурой. Потом уже интересы немного расширились. Соседняя культура, взаимодействие между культурами. Я по сей день занимаюсь этой проблематикой, но несколько шире уже в хронологическом плане. Я прочитал недавно пособие по методологии Шера Якова Абрамовича. По мне, оно является достаточно устаревшим пособием. Надо бы внедрить в нее новые методы исследований. Также я прочитал недавно монографию Никитиной по поясным наборам Вятского Междуречия. И мне стало интересно ваше мнение об этих книгах, об этом пособии. А также интересно, какие книги вы порекомендуете молодым исследователям в археологии. Вот эти работы, которые вы упомянули, первая это методологическая, методическая, Мартынов-Шер, насколько не изменяет память. Это, конечно, базовая вообще работа на сегодняшний день. Понятно, что археология тоже не стоит на месте. Развиваются различные естественно-научные методы. И поэтому в этом ключе здесь она является очень важной базисной работой. Они свели все в этой работе. Ну, безусловно, какие-то новые методики появляются, технологические особенности и так далее. Ну, безусловно, такие новые работы, я думаю, появятся, и они будут только дополнять эту работу. Но она все равно никуда не денется, это будет основная работа. А что касается монографии нашего известного друга и коллеги из Марийской республики Татьяны Богишиной, Никитиной, да, это новая работа, да, новая работа, которая посвящена вот поясным наборам Вятско-Витслужской во Междуречья. Это признанный специалист, да, здесь комментарии, как бы, они излишни. Вот эта работа, безусловно, является такой определенной вехой для этого региона. Поэтому ее специалистам, которые работают в этой проблематике поясными наборами, безусловно, надо обратить внимание. Да, и не так давно состоялась презентация, причем презентация состоялась здесь, в Казани, этой работы. Поэтому, я думаю, она специалистам доступна, она будет всем интересна. А что касается материалов, которые бы я рекомендовал начинающим, ну, в первую очередь, конечно, изучить учебник археологии, да, который, на основе которых проводят наши занятия, да, вы прекрасно знаете работу. Учебник по археологии под редакцией Янина, да. Ну, из других работ, конечно, в первую очередь надо смотреть обобщающие работы. Одной из таких ярких, мощных работ является археология Волга-Уралья, да, которая не так давно была подготовлена археологиями Академии наук, да, республики Татарстан. Там семь томов, да, семь томов, которые, каждый из которых посвящен эпохам. Каменного веку, Энеолиту, Бронзовому веку, Ранним и Железному веку, да, эпоху Великого переселения народа Средневековья, и так далее. Семь томов всего. Эта работа является такой основной, базовой, с которой, безусловно, надо знакомиться. А потом уже, как мы с вами на лекциях, да, говорили, а потом уже по ссылкам пройтись, уже более детальные моменты просматривать, проговаривать. Поэтому я бы вот порекомендовал, первый, это учебник, а второй, это археология Волга-Уралья. А потом, чтобы был общий экскурс, это археология СССР, да, там 20-томник, но это, конечно, осилить очень сложно. Но мы с вами говорим о тех ребятах, которые непосредственно хотят заниматься археологией, да, поэтому вот эти работы, базовые работы, конечно, надо знать. И теперь главный вопрос. Как к ученому от всей нашей группы, в том числе от меня, когда же вы защитите докторскую? Желание большое, да, я работаю над этим. Ну, быстро, как хотелось бы, да, докторские работы, работа такого плана, они не готовятся. Потихонечку, я думаю, мы придем непосредственно к защите. Сейчас накапливается материал, нарабатывается материал, он обсуждается с коллегами, на конференциях. Ждите, ждите. На такой, пожалуй, позитивной ноте надо отвлечься от ученой, от преподавательской обстановки, и возникает вопрос, есть ли у вас свободное время. Просто я постоянно прихожу к вам на левобулачную, вы копаетесь в отчетах, или пишете что-то, отвечаете на письма, и когда я прихожу, вы как будто бы рады видеть, и поговорите вживую, и отвлечься от всего этого. Ну да, действительно, живой разговор, он всегда какой-то особенный, здесь видны эмоции, поэтому я с удовольствием с вами общаюсь. Вы когда приходите ко мне с другими коллегами, специалистами, когда тоже приезжают, это возможность вместе обсудить, потому что по телефону или по видеосвязи не всегда можно какие-то моменты тонкости уловить и так далее. Свободное время, конечно, не так много, как хотелось бы, когда получается, пытаюсь посвятить прогулкам, чтению дополнительной литературы, но его, к сожалению, не так много. Увлекаетесь ли вы спортом? Вот сам-то я являюсь поклонником футбола, и активно стежу за ним. Вот являетесь ли вы таким поклонником? Ну, я себя считаю достаточно таким спортивным человеком, потому что я еще со школьной скамьи активно занимался настольным теннисом, причем становился неоднократным призером районных соревнований по настольному теннису, и в том числе и занимался волейболом, и также продолжал это и в студенчестве. Сейчас, конечно, времени на настольный теннис мне не хватает, вот, хотя некоторым молодым нашим студентам, коллегам я бы составил конкуренцию, вот. Но у меня получается, раз, вот, ну, теплое время, да, года у нас во дворе ребята собираются, играют в волейбол, вот, поэтому я стараюсь всегда все-таки находить время, там, на полтора-два часа, чтобы раз в неделю поиграть в волейбол, вот, отвлечься, да, ну, зимнее время, конечно, это время, провожу с семьей, с детьми, на санках. Исходя из этого, еще возникает вопрос о медиакультуре, о фильмах, о сериалах, смотрите ли вы их, кроме документальных, естественно, и научных, и какой сериал или фильм вас заинтересовал и чем? Ой, вот, знаете, Асгад, на сериалы уже время не хватает, да, потому что сейчас выходит очень много разной научной литературы, да, ну, про документальные фильмы понятно, вот, но хотя я предпочитаю больше читать, именно, поэтому научной литературы очень много, и все-таки, когда и к занятиям готовишься, да, и когда занимаешься вообще наукой, надо все-таки, как говорится, держать руку на пульсе, да, чтобы, ну, знать практически, вот, по своей, по крайней мере, проблематике, знать о работе, поэтому, а их очень много сейчас выходит, сейчас много возможностей для публикаций, да, в различных журналах, их у них много, вот, поэтому стараюсь все-таки, вот, следить за своей проблематикой и активно ее обрабатывать, поэтому тут на сериалы, к сожалению, у меня, как бы, не остается времени, телевизор смотрю крайне редко, исключительно с детьми, когда им разрешается мультики смотреть, если фильмы смотрю, то смотрю про Великую Отечественную войну, мне нравятся такие фильмы, причем иногда даже пересматриваю старые фильмы про Великую Отечественную войну, А какой вы порекомендуете? Ну, из свежих, наверное, фильмы про Сталинград, да, вот, потом, ну, и не только про Великую Отечественную войну, вот, про чеченскую кампанию, да, вот, фильмы, там, «Грозовые ворота», хотя, вот, сериал, кстати говоря, но он уже тоже не свежий, да, то есть я за новшествами, вот, именно в кинематографе, в сериалах не получается мне следить, к сожалению, наверное. Надо, наверное, задать вопрос еще про экспедиции, вы же путешествуете по нашей стране, она необъятна, вы посетили достаточно большое количество регионов, у меня скудный опыт, я посетил только болгарий и танкеевский могильник, одним из самых, пожалуй, увлекающих опытов, это как раз таки было исследование этого могильника, так как как раз таки я сам занимаюсь этим, обрабатываю отчеты Евгения Петровича Казакова, и атмосфера именно вот полевой работы очень романтична, она увлекает, единственный был минус это пастух, который все время не мог следить за своим стадом, вот, можете рассказать один из самых запоминающихся моментов в экспедициях у вас? Экспедиция действительно очень много, и каждый запоминается по-своему, наверное, одним из таких ярких событий, в принципе, любой экспедиции, но они являются посвящением в археологи, да, и они, вот, каждое посвящение, оно все равно особенное, я вот не могу сказать, что могу выделить именно вот эту, но вообще, вот, сам процесс в любой экспедиции это посвящение в археологии, да, но надо все-таки несколько слов сказать, что это такое, что за мероприятие, да, вот, те ребята, которые проходят археологическую практику, вот, вы неоднократно бывали в экспедициях, мы с вами, в том числе, и в болгарском городище, да, вы еще, будучи школьником, приезжали к нам в экспедиции, вы вот, сами прекрасно знаете, что это посвящение в археологии, это особое событие, их берут вот в эту археологическую семью, причем, они проходят испытания, да, разные испытания, и им дают археологические имена, которые, не посвященные, не должны знать эти имена, поэтому, вот, я, наверное, в каждой экспедиции хотел бы отметить именно, как вот такие, культурные мероприятия, да, именно само посвящение в археологии. А вот ваше посвящение, как оно для вас? Да, безусловно, я помню свое посвящение, когда в своих экспедициях посвящая других ребят, студентов, да, иногда школьников, я, безусловно, после посвящения, я называю свое археологическое имя, чтобы ребята тоже понимали, чем я в экспедициях отличился, в кавычках, да, и какое мне имя давали, да, действительно, я тоже проходил испытания, и это незабываемое чувство, оно, знаете, вот не так много мероприятий, на которые выезжают, тем более в полевые условия выезжает вся группа, да, это такое сплочение коллектива, новые эмоции вдали от родительского дома, иногда даже вдали от связи, да, вот мы так привыкли к телефону, а в некоторых местах и интернет не работает, это классное чувство, такое единение с природой происходит, а потом это мероприятие так очень ярко, красочно запоминается, поэтому я думаю, что ни один из археологов не может забыть свое первое посвящение, я специально нашим телезрителям оставляю такую интригу, да, чтобы каждый побывал в археологических экспедициях, и прошел вот этот путь, и возможно был посвящен в археологи. На такой позитивной ноте я хочу предложить вам поиграть, я называю вам какого-то историка, а вы должны кратце описать, а можете развернуто, что вы думаете о нем, и первым бы я бы вам хотел бы задать, это в честь кого назван наш институт, Альфред Хасанович Халиков. Ну, Альфред Хасанович Халиков я бы, наверное, одним, ну, фразой такой, да, основатель Казанской археологической школы. Второй наш декан Айрат Габитович Сидзиков. Айрат Габитович, на сегодняшний день это главный археолог Татарстана. Да. Сергей Эдгардович Зубов. Ну, Сергей Эдгардович, ну, это мой дорогой друг, научный руководитель, коллега, соратник. Вот, я всегда теплотой к моему научному руководителю. Вот, большой специалист, да, маститый ученый. Николай Андреевич Макаров. Николай Андреевич, главный археолог России. Так, Евгений Петрович Казаков. Евгений Петрович, ну, это старейшина казанской археологии. Евгению Петровичу в этом году, в октябре месяце, исполняется 90 лет. Я, на самом деле, очень поражаюсь. Евгений Петрович очень активный исследователь. Он готовит сейчас монографию, вот я знаю, статьи очень активно пишет. Он член диссертационного совета Академии наук Республики Татарстан. Евгений Петрович очень большой молодец. Я очень рад, что я знаком не только с его трудами, но и с ним лично. И имею возможность с ним общаться. Розирайевич Сатару. Розирайевич? Молодой исследователь. Розирайевич. Розирайевич. Картошка — это не профессионально археологический. Спектральный или химический анализ? Я вообще в целом за естественно научные анализы в археологии и междисциплинарные исследования. Радиоуглеродное или типологизация? Традиционным является типологический метод. В силу того, что очень активно в археологии развиваются естественно научные методы и радиоуглеродный метод является методом абсолютного датирования. Наверное, все-таки я в пользу междисциплинарных исследований радиоуглеродного метода. Тогда пряжки или бусы? Для этого региона бусы, потому что это импорты. Хорошо. И главный вопрос. Акбар чемпион? Чемпион. Спасибо за ваш ответ и в целом за то, что вы приняли участие в нашей проекте «Исторические портреты». С нами был сегодня доцент кафедры археологии и реставрации наследия Рузель Раилевич Саттаров. На сегодня это все. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова